Таких массажистов не попадалось, чтобы маньяков таких. Мохаммед был, но он бодибилдер. Добрый день, меня зовут Виктор Рукавишников, я массажист из города Саратова, спортсмен, армрестлер. Я практикую силовой массаж и сейчас хочу вам продемонстрировать. Опыт работы у меня в 7 лет уже занимаюсь. Подписывайтесь на Телеграм. Сначала мы разомнем, потом разогреем, и потом уже начнем работать посильнее по мышцам. Ничего дергать я не буду, так что не пугайтесь. Сначала разминка идет. Такие легкие движения. Размазываем крем. Работаем. Чуть-чуть начинаем чуть сильнее, но это все еще разминка. Разминка где-то длится минут 5-7, потом разогрев еще минут 5-7, потом уже начинается основной массаж. Извиняем сторону. Извиняем. сторону. Все так. Одну сторону, потом вторую. Одну, потом вторую отрабатываю. Массаж спины по времени занимает 1 час примерно, ну плюс-минус. Массаж спины по времени занимает 2 часа, потом вторую отрабатываю. Это все разминкой. Да, пока чувствуется, что мягко. Ну и потом, когда к основному массажу уже перейдем, то есть там все равно будет сильнее, но не так, чтобы клиент зажимался. Прикол массажа именно в том, чтобы клиент не зажимался, но массажист работал довольно-таки сильно, но вот эту вот грань поймать, когда делаешь сильно, но клиент не зажимается. Если уже клиент начинает зажиматься, то массажист перебарщивает. Так, первый этап мы закончили. Дальше мы разогреваем. Такие быстрые движения и в спине должно быть горячо. Дальше мы разогреваем. Дальше мы разогреваем. Вот. 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 Потихонечку спина становится такого немножко красного цвета. Опять же, здесь зависит от человека, от его кожи. То есть некоторые нет, некоторые прям краснеет спина сильно. Вот. Здесь потихонечку появляются красные пятна. Это нормально, это разогрев. Важно человека прогреть перед тем, как уже работать более сильно. Ну да, разогрев очень такой. Ваша спина, наверное, столько уже массажистов повидала, что есть с чем сравнить. Вот. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжается разогрев... У некоторых массажистов массажи они более быстрые, но у меня он более долгий... Я сам по себе человек более тягучий, более предметный... И массаж более долгий... Меняем сторону... Дальше вот такие движения... Разогреваем поясницу и мышцы, которые тянутся вдоль позвоночника... Начинаем прогревать... Усилие здесь такое, скажем, среднее... Тоже движение быстрое... Основное прогревочное движение... Перенять в сторону... Потихонечку краснеет спина... Погревается... 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 Поясницу... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Далее вот такие движения я начинаю выполнять. ДимаTorzok 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 не сказал и делаю чуть слабее все нормально то есть такая приятная боль чем человек более зажатый тем для него это более болезненно ну то есть когда мышцы она как каменная вот когда я ее беру и начинаю утягивать ему больно потому что мышцы привыкнуть в одном состоянии в сжатом находиться а когда я ее начинаю растягивать она как бы не хочет и подает сигнал что а меня там сейчас оторвут от сухожилия там не надо как бы вот человек может начинать зажиматься тогда можно делать слабее то есть массажист должен даже будучи там сильным массажист слабым в принципе не должен быть но будучи сильным он должен уметь понимать как бы как давать дозированную нагрузку клиент передавать эту нагрузку в определенный момент времени в этом как бы и мастерство массажиста далее до начинается другое движение прорабатываем следующим образом захватываем вытягиваем захватываем вытягиваем захватываем вытягиваем и идем поясница стряхиваем поехали еще раз терпим или еще разочек захватываем вытягиваем захватываем вытягиваем стряхиваем были так такое движение ну как бы такое сказать немножко переходно и потихоньку переходим к торпецевидной мышцы у большинства людей они зажаты ну кого-то больше у кого-то меньшей степени чем зажатие мышцы тем она более когда по ней работаешь у вас более-менее на в нормальном состоянии что видимо часто делают массажи ну терпимо дело да можно как на мой взгляд вот основные движения массажиста как раз вот щипковые вот но не только лишь ну одно из основных когда захватываем вытягиваем мышцу это еще тема вот я спрашиваю чё у разных людей получается разная степень вот толерантность боли ну да да как толерантность боли то есть какой-то человек может боль терпеть вообще легко а если делать слабее то это будет просто поглаживание а от поглаживания прикола как бы не ну эффекта нет грубо говоря ну процесс как бы такой массаж тоже почему массаж вот рекомендуется делать курсом курсом из десяти раз как обычный стандартный потому что он потихоньку потихоньку раз к разу улучшается улучшается мышцы оттаивают человеку становится легче 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 и вот если бросить например там первые три раза сделали да там первую неделю друг горе но через день понедельник среда пятница допустим человек становится легче более его отпускает и он как бы забивает на массаж и потом вот этого эффекта хватает на несколько недель может быть на месяц потом боли опять возвращается все это уже правее а когда курс как бы делать тогда где-то на полгода год хватает зависимости от того как клиент будет убивать свою спину если будет следить заниматься год может быть даже больше это там придет просто показаться грубо говоря массажист посмотрит там половину про курса или несколько занятий проведет скажем все спина отлично ну как профилактика прорабатываем так же как и на той стороне трапецию чаешь на профессию не больно вообще на этой стороне трапеция она чуть помягче да здесь поручишь уберем вытягиваем вытягиваем она пытается соскочить немножко под зажат пом так ну вот подходе сделали немножко дали отдохнуть клиент особенно если уже сильно делаем ну так в следующем движении ну поехали что на чай шо шо на чай шо 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 широчайший шум и еще разочек и еще разочек перехожу на эту сторону смотрим какая сторона нормально? не больно? все нормально либо чрезмерная физическая нагрузка условно говоря мы с утра до вечера носим коробки то есть трапеция она как базис она держит грубо говоря на ней весь вес ну то есть любит она забиваться такая мышца трудоголик закончим далее переходим на следующее движение все равно выглядит вот так начинаем прорабатывать от поясницы и идем наверх вдоль позвоночника это пока легенькая дальше уйдите дальше будет потяжелее вот гребень вот с такими подворотами окончили дальше вход идет кулачок вот вот и Угу, кулачок есть. Теперь кулачок, соответственно, с подворотом прорабатываем. Ну, то есть мы как бы разглаживаем все мышцы, отутюживаем, как утюжок, если так можно сказать. Усилие достаточно большое, но все равно тоже нужно понимать, что дозировать. Если вы там очень сильный массажист, не надо человека прям вот пригваждать к куше. То есть это нужно понимать. Далее следующее движение. После того, как все это сделали, вот начинаю работать большими пальцами. Тоже считаю, что это один из основных инструментов для массажиста. Ну, по крайней мере, для меня. Между лопатками. Практически у всех людей здесь зоны напряжения. Лучше всего их проработать. То есть большой палец, он, как сказать, как довольно-таки тонкая вещь, особенно если массажист уже там массажирует несколько лет, он начинает чувствовать как бы, как сказать, не глазами, а вот именно кожей. И он находит там, где зажато и продавливает вот это место, зажим, грубо говоря. Вот можно увидеть, что мы жмем, вот прям по зажиму раз, и он упал, а это чувствуете? Да. Больновато? Ну да, терпимо. Терпимо. Вот. Это вот один подходик. Даем клиенту немножко отдохнуть. Стряхиваем. Делаем вторую патку. Ну, опять тоже идем. Все внимание, вот я как массажисту говорю, если кому-то пригодится это движение, все внимание массажист должен уделять на большой палец, концентрироваться. То есть что он чувствует большим пальцем, не глазами, а именно большим пальцем. То есть большой палец, он как бы зондирует это место. Находит, где зажато. И это место прожимает, продавливает зажим. Так зажимы убираются в спине. Суть в том, чтобы вот эти вот уплотнения из мышц, которые и сами же из мышц состоят, нам убрать. И так человеку будет легче. Как правило, когда у человека там зажато сильно, он начинает жаловаться, что просто вот он сидит, допустим, и ему такое, как бы, при сидении просто на кресле, допустим, начинает нарастать там вот, как бы, боль. Например, вот мужчина у меня был. Вот он в самолетах не мог летать из-за того, что в самолете сидеть там два часа, допустим. Вот приходилось ему брать билет на поезд. То есть ездил на поездах. Прошел у меня курс. Вот эту штуку я ему убрал. То есть он говорит, спасибо огромное, что он может теперь летать на самолете. Ну, то есть экономим время. Вот такие вот истории. Ну, у вас там, как бы, условно говоря, это в такой, в начальной зачаточной стадии. Ну, да, я чувствую это. Ну, есть небольшая штучка. Ну, нет, ну, столько массажистов вас массажировали. Довольно больно, да. Они так глубоко. Ну, здесь вот, может быть, чуть-чуть она как-то... Тут бывает так, что она прячется за лопаткой. У вас она просто к ней жмется, как вот к стене. Когда там человек во время ветра, да. А это прям под лопатку бывает. Хочет. Так, ну, проработали. Даем отдохнуть. Дальше, опять же, в ход идет большой палец, но уже по другим траекториям. То есть, прорабатываем от поясницы и идем наверх. Под другим углом оно по-другому, да, чувствуется? Да. Есть такое? Да. Это мы еще вот к этим местам вернемся. Довольно-таки сильно нажимаем, но опять же смотрим на реакцию, на ответную реакцию клиента. То есть, если клиент начинает задерживать дыхание, начинает там теребить ногами, начинает зажиматься, то значит, мы слишком сильно давим и нужно чуть слабее. В данном случае клиент очень терпеливый. Видно, что много лет уже мучили. Вот. Надphold. Сlook. Играет. Звучит. Продолжение следует... Вход пошел большой палец. Продолжение следует... 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 И прорабатываем еще раз верхушку Ну и потом уже Заминка, завершение И на этом Как бы Мучение клиента заканчивается Так То есть греем Я вот грею получается непосредственно Прямо на зонах Какие мне больше всего не понравились Между лопатками Я прям по ним прорабатываю Чтоб туда устремилось побольше крови Побольше всех нужных веществ Чтоб кровь туда принесла Чтоб там было движение То, что движение Это жизнь Прорабатываем еще раз Зону лопатки задней дельты Терпим? Да Здесь нагрузка Сверх нагрузку никакую давать не нужно С осторожностью Дальше с полуорота Дальше с полуорота Оно Оно Как по мне Очень эффективное То есть мы прорабатываем Опять же эту зону Между лопаточную Но уже под третьим Вектором нагрузки Под третьим углом То есть Сверху Вниз То есть здесь прям даже слышно Как хрумкает Мужцы перекатываются Слышно, да? Не больно? Нормально? Да, все Здесь давлю не очень сильно То есть здесь главное Почувствовать Почувствовать зажим Именно вот Увидеть это пальцем Увидеть кожу Проработали Дальше продолжаем его добивать Иметь в виду не клиент, а зажим Тоже под таким Интересным углом Как бы продавливаем Большими пальцами Терпимо? Отлично Даем немножко отдохнуть Клиенту Делаем второй подход Вот чувствуется Здесь уже начинается зона напряжения Здесь она начинает нарастать Здесь уже плотные места Это я вот рассказываю Просто по ощущению Что чувствует большой палец Кожей Здесь уже прям Совсем плотные Тут когда вот Надавливаешь Она уже начинает перекатываться Здесь немножко подавлю Убегает И все так просто Оп Оп Даем отдохнуть С этой стороной Закончили Теперь то же самое На этой стороне Поехали Там уже массаж подходит В завершение Бывает так Клиент Допустим Устает Бывает так Что даже клиент В таком состоянии Что он не может Вылежать Один час Допустим То есть У него могут Забиваться Руки затекать Или там Спина Допустим Ну Если совсем уже в плохом Человек дотянул А когда человек В хорошей форме Когда у него мышцы Более-менее В нормальном состоянии То это ему Вот это все Что я делаю Это в удовольствие Вот это Допустим Прорабатываем На этой стороне Так же Как на этой Даем отдохнуть Крашку Вот здесь Поджар Сейчас мы еще раз Пройдем Только вот Через вот такие движения Удобно Подавлю немножко Угу Отлично Неподготовленному человеку Когда вот Например Он не ходил На массаж Год Допустим Так делать Конечно Не стоит Здесь все-таки Человек подготовлен Много раз Был на массаже Поэтому я делаю Скажем Как допустим Седьмой Или восьмой Раз Вот Я еще терпеть могу Понять Я чувствую Что Вы уже Как бы Прокачались Как клиент Если так можно сказать Вот Ну тоже Лежите Отлично То есть Ни разу Не напряглись Замечательно Хотя Вот Эти вещи Все-таки Они болючие Болючие Ну Как бы Если сравнить Относительно Дальше Начинается Заминка То есть Тут уже Легкие движения Такие Быстрые Скажем Движения Переходим На другую сторону Осторожно Это называется Похлапывание Не знаю Делали вам раньше Нет Но такое есть Похоже было Было да Похоже Небольшая история Коротенькая То есть Одна женщина Которой Муж Подарил Абонемент Вот Я когда дошел До этого движения Она говорит Сколько вам Мой муж заплатил Типа Я типа Что бы это не делали Не поверила Что это Я Не издеваюсь Над ней А есть такое движение Полезно для легких Хорошая вещь Продолжение следует... Немножко шеи Но это уже тоже Как заминка Шею лучше так Аккуратно Прорабатывать Продолжение следует... И здесь вот еще в конце Я в самом вот Аккуратно Прорабатываю трапецию Ну это тоже Можно сказать Как добивочка Хотя Тоже Если у человека Трапеция подзажата Ему будет больновато И опять С другой стороны Прохожу Делаю с другой стороны То же самое Трапеция подзаживаю Трапеция подзаживаю Обтираем Обтираем Клиенту Трапеция подзаживаю Как палочка Перескладываю Перескладываю Нервная система Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Массаж закончен. Все, спасибо. Глубокий был массаж, моментами прям на грани. На грани. Терпел на грани. Было больно, но терпимо. В общем, мне понравилось. Спасибо. Пожалуйста. На здоровье вам. Меняется. Главное технику. Я давно занимаюсь, потихонечку прикупил всякие там. Вот 10 килограмм сейчас. Так. Вот это держаться, да? Стави его к себе, да. Не, ну мне можно больше, я думаю. Нормально? Да. Давайте прибавим. Сколько? Может быть, я не такой доход. Нормально. Ну, два с половиной можно докинуть. А грузку надо плавно, тоже легко. Можно еще. Да, может, сколько? Я не знаю. Ну, еще пять. Пять прям сверху. Ну да. Надо до конца прям? Да можно как-то, как хотите, мне кажется. Я думаю, не в принципе. Чувак. Подписывайтесь на Телеграм. Потенциал есть.